Всем привет, друзья! Давненько мы не встречались, наступила зима, и мы хотим показать вам, как ведет наш вездеход себя на снежном покрове. Сейчас декабрь, начало только, снега, конечно, еще немного, надеемся, что зима будет снежная, и мы вам продемонстрируем все возможности нашей техники. Ну а сейчас короткое описание. Буквально недавно валил очень большой снег, потом пошел ледяной дождь, были катаклизмы, дальше снова навалил опять снега, сейчас немножко подтаял, на улице минус 5. Понятное дело, что снег достаточно плотный, конечно, тут его мало, мы в лесу, постараемся выехать на процедуры, на открытые, там его побольше, но даже этого будет достаточно, чтобы понять, как себя ведет вездеход, как ведут себя шины, как работают блокировки, как работает рулевое управление. В первую очередь мы осмотрим наш вездеход в таком апельсиновом ярком цвете, чтобы быть заметным, кто не хочет быть заметным, мы знаем, о ком речь, то есть темные цвета, темные тона, также можно покрасить, в общем, в любой цвет практически можно покрасить, все это обговаривается. Здесь сейчас у нас рыжий апельсинчик, давайте посмотрим, что же, какие модернизации мы произвели за последнее время и как изменился не только внешний вид вездехода, но и его технические параметры. Перемещаемся к вездеходу поближе, что изменилось? Как вы можете заметить, появилось достаточно много элементов из пластика, изменили мы багажники, то есть передние багажники преобразились, стали более эргономичные, снимаются они также по тому же принципу, как и раньше, то есть можно демонтировать багажную часть среднюю, чтобы беспрекрасно добраться к капоту, давайте собственно мы к нему и доберемся, как это происходит, он теперь у нас стал пластиковый, то есть работаем над снижением веса, собственно пластиковый капот, очень даже удобная штука, достаточно легкая и жесткая. Как и раньше, как мы собственно говорили, у нас здесь имеется очень легкий доступ к обслуживанию всех жидкостей, жидкости ГУРа, радиатора, тормозной жидкости, доступ к вакуумному усилителю и доступ по факту еще и к лебедке. То есть здесь идут направляющие сзади специально для капота, одеваем, защелкиваем, ну и берем нашу центральную часть, здесь имеются направляющие, которые мы раз, защелкиваем и защелкиваем. Все, центральная часть у нас держится, никуда не девается. Изменили немножко внешний вид нашей радиаторной решетки, я думаю, что изменения продолжатся. Как и раньше, у нас есть силовой бампер, который защищает блок фар, защищает лебедку, но еще сейчас раньше была железная накладка, теперь она пластиковая, морозостойкая и жаростойкая по факту получается. Опять-таки, внешне выглядит симпатично, ну плюс получается, опять-таки, лишние железные элементы убираем. Как мы видим, доступна возможность установки зеркал заднего вида, они складываются, регулируются, в теории, возможно, еще и с подогревом, но не знаю, насколько это нужно. То есть, простая функция, зеркало для того, чтобы ездить по дорогам, для того, чтобы можно было спокойно перестраиваться, смотреть, кто там с вами в команде идет и так далее. Нет, вышли в лес, сложили, все спокойненько работаем, как говорится. Естественно, ручки, чтобы было удобно забираться. Подножка наша классическая, которая позволяет забираться на такую высоту, подпружиненная. Также появились зладенькие пластиковые части на наш борт. Изменили задний борт, обшили его пластиком. Напомню, как он у нас работает. То есть, у нас есть механизм фиксации с одной стороны, механизм фиксации с другой стороны. Я, как вы могли уже заметить, появилась наша надпись. И он откидывается. Откидывается, он также сохранил свои свойства, то есть, он достаточно крепкий. Единственное, что обшит пластиком. Имеется еще один борт, который позволяет нам откинуть и грузить, как вы можете видеть, инструмент, масло, шланг для подкачки. Ну и так сказать, для выезда мы взяли каких-то демонстрационных канистр, чтобы показать, насколько много здесь пространства и что можно его использовать. Также, получается, мы его увеличиваем. И это все становится по факту платформой грузовой. Ниша в ней может быть использована для хранения каких-либо инструментов, предметов, пакетов, тряпок. Ну, в принципе, всего, что угодно, что можно достаточно легкой, чтобы не дребезжало и не потерялось. То есть, получается, мы закрываем этот борт, и это все находится внутри этого короба, по факту. Имеется возможность зафиксировать этот борт в вертикальном положении и иметь вот такое загрузочное пространство. Давайте его снова закроем. То есть, механизм защелкнули. Защелкнули. Все. Конструкция зафиксирована. Также мы сзади облицевали раму. Как вы видите, я надеюсь, что симпатично получилось. Нам, по крайней мере, нравится. Все довольно-таки просто, чтобы не удорожать конструкцию. И привлекает внешний вид. То есть, появилась выштамповка под номерной знак. Фаркоп, как и был раньше, чтобы устанавливать прицеп. Задние дополнительные туманки для заднего хода. Заливная горловина для топливного бака. Напомню, что топливный бак у нас 70 литров, плюс еще две канистры на штатных местах на крыльях фиксируются. Расширители арок. Кто-то недавно спрашивал у нас, когда мы катаемся на видео, постоянно мы грязные какие-то и так далее. А все почему? А все потому, что у нас не было нормальных расширителей арок. Вот. Нормальные расширители арок появились. Достаточно хорошая полка. Как мы видим на улице минус, они сохраняют свою эластичность. При этом еще и держат форму. Они достаточно хорошо защищают салон от попадания грязи. Крепятся они на винтики. Если какие-то там обрывы, еще что-то. То есть, они достаточно легко заменимы. Не на заклепки, ничего высверливать не надо. Все достаточно просто и при этом функционально. Изменили систему выхлопа. Как вы можете заметить, теперь выхлоп у нас находится в максимально верхней точке. Он, естественно, висит на подвесах. Здесь стоит банка резонатора и банка глушителя. Он по-прежнему выходит у нас в стороне от рамы и, получается, проходит по правой части в правой арке. Для чего это сделано? Если вы помните наше видео, как мы плавали, зачастую у нас глушитель получался... Раньше он выходил вот в этой части. Получалось, что при достаточно большой загрузке глушитель оказывался под водой. Заметили не только мы. Заметили и клиенты, заметили и вы. Поэтому мы постарались изменить эту схему. Достаточно много вездеходов уже с такой схемы выпущено. Вроде как нареканий пока нету. Но продолжаем ее тестировать, обкатывать. Если какие-то будут изменения, то вы знаете, что все изменения, которые вносим мы... Мы их сообщаем вам, нашим клиентам, для того, чтобы можно было их внедрить. Давайте переместимся в салон. Напомню, что эта комплектация стандарт. Это наша средняя комплектация. Она отличается от более дешевой комплектации старт, которая, напомню, начинается от 990 тысяч рублей. Тем, что у нее уже оборудованы шины низкого давления 1300 на 700 заводского исполнения. Естественно, стальной диск с двусторонним бэдлоком. Мультимедиа-система с навигацией. Возможность установки камеры как заднего вида, так и переднего вида. Двигатель 1NZ, как и на всех базовых комплектациях, с автоматической коробкой передач Айсен. Четырехступенчатый. Передние багажники. На этой комплектации присутствуют. Передняя силовая лебедка на 5 тонн. Задняя блокировка принудительная электрическая, спрут. Естественно, силовые мосты полноразмерный у вас Патриот. И на усиленных, получается, шурусах и полуосях. Гидрообъемное рулевое управление на системах МТЗ, которое позволяет нам не только поворачивать колеса на месте, но и обеспечивает нам возможность достаточно хорошо маневрировать в лесу, потому что мы имеем достаточно большой выворот колес и очень маленький радиус разворота. Для маленьких имеется в виду для сравнения с техникой, но мы постараемся сегодня вам это продемонстрировать. И, надеюсь, будет понятно на видео. Но если не будет понятно на видео, напомню, что у нас возможен тест-драйв. Нужно всего лишь позвонить нам, записаться на него, согласовать дату и время приезда. И в этом прекрасном лесу мы вас покатаем. Вы сами посидите за рулем, посмотрите, как это, что это. И я думаю, что вас техника оставит неравнодушным. Что же у нас представляет собой салон? Естественно, силовая подножка, на которой можно разместиться достаточно комфортно. Это, я думаю, что многие оценят. Это не какое-то узкое пространство. Также напомню, что когда мы плаваем, нам подножку не затапливает. Вода оказывается ниже подножки. Диван-трансформер, который превращается в спальное место, который также можно демонтировать. Мы сейчас устанавливаем на задний борт, на настил вниз, транспортную влагостойкую фанеру. Для чего это делается? То есть, поскольку диван-трансформер не только нам служит как посадочным местом для наших троих-четверых пассажиров, но и превращается в спальное место, также его можно полностью демонтировать. Это делается достаточно просто. Наличие транспортной фанеры превращает наше пространство в грузовую платформу. То есть, мы сняли диван и получили пространство 2 на 1,5 метра грузовой платформы. Напомню, что грузоподъемность вездехода составляет до 1 тонны. Что это значит до 1? Это значит либо 5 пассажиров и груз распределенный на передний и задний багажник, либо, допустим, мы убираем диван, получается, до полутонны мы на задний борт грузим. Ну, то есть, вы можете распределить по пространству вездехода 1 тонну груза. Понятное дело, что с 1 тонны груза плавать на воде нерекомендуемо. Это нужно для преодоления пространства ровных, снежных, болотистых и так далее. Ну, то есть, вы можете перевозить достаточно объемные грузы. То есть, вы не ограничены по высоте. Пожалуйста, вы можете грузить что-то легкое, но объемное. И очень легко это все дело разместить. Можно также доукомплектовать эту платформу специальными фиксаторами, кольцами груза и так далее, чтобы фиксировать ваш, собственно, груз. Что еще по изменениям вездехода? Была заменена шкурка, как на центральном диване, так и на лавке. Она теперь более плотная, имеет защиту по влаге, по холоду, по солнцу, скажем так, по всем документам. И сейчас мы ее будем активно использовать в зимний период времени, смотреть, как она себя проявит. Мы сами понимаем, что зимний период времени самый такой суровый в этом отношении. То есть, и влага будет присутствовать, и снег, и мороз, и солнце. Я думаю, что день чудесный нас не покидет. Поэтому все будет замечательно. Что по центральному дивану? Диван, так же, как и раньше, он имеет возможность высокой посадки. Без спинки получается, без упора. И так же, как и раньше, наша низкая посадка для того, чтобы... Ну, все зависит от роста. Кто-то повыше, кто-то пониже. Возможно, сидеть здесь. Но тут еще появляется, так скажем, бонус. Спинка, на которую можно легко облокотиться. И она еще дооснастилась боковыми, скажем так, подпорами для спины. Продемонстрирую, наверное, как это выглядит. То есть, мой рост метр восемьдесят шесть, вес порядка ста. То есть, вот он, собственно, я уселся. Получается, у меня под поясницу достаточно хороший упор. И сбоку меня держат от смещения. Это достаточно актуально во время активной рулежки, езды. Напомню, скорость нашего вездехода достаточно высокая. Рекомендованная это 50-60 километров от нас. Это для, скажем так, начинающих водителей. Разгоняли мы его более чем на 90 километров в час. Недавно вышел ролик у Review Machines. Можете посмотреть, как мы по, так скажем, непогоду, дождь, лужи разгоняем наш вездеход. Там скорость получилась 83 километра в час. Просто дальше опасно. Видно, как ведет себя рулевое управление. Достаточно интересный ролик. Рекомендую к просмотру. Ну что же, приступим к заводке нашего вездехода. Заведем, посмотрим, как теперь это устроено. Мы имеем пластиковый центральный тоннель с центральным бардачком. Достаточно глубоким. С бутылочкой вот тут у нас лежит. Давайте мы ее уберем в другой бардачок. Кстати, достаточно глубокие бардачки. То есть бутылка по 0,5. Вот она спокойно заходит. Что так, что так. Рация вот тут лежит. Пульты управления. Лебедки, бумажки и так далее. Ну, это непринципиально. То есть, достаточно глубокий бардачок. Зарядочка для телефона, для гаджетов. Это тросик, который нам отстегивает сиденья. Чуть позже посмотрим, как это выглядит. Значит, ключи. Если мы повернем, ничего у нас не происходит. Почему? Потому что, во-первых, имеется чека, которая нам во время движения стоит пристегнуть к руке. Мало ли что произойдет. Все-таки это квадроциклетная посадка. Но дополнительная, скажем так, защита. Опять-таки, поворачиваем, ничего не происходит. Почему? Потому что вездеход оборудован массой. Массу необходимо включить. Мы сразу видим, что масса включена, поскольку появилась индикация зарядки аккумулятора. Во время включения зажигания у нас загораются индикаторные лампочки. Это чек, аккумулятор, давление масла. Ну, естественно, два поворотника у нас имеется. Тормозная жидкость, уровень топлива в баке. И переключение овердрайва. То есть, заводимся. Как мы видим, что двигатель завелся. Все контрольные индикаторы показли. Мы можем смотреть, сколько у нас уровня топлива в баке. Появился индикатор охлаждающей жидкости, который нам может помочь проследить, значит, за температурой. Плюс контрольная лампочка, если будет перегрев двигателя. Также, с правой стороны, у нас имеются классические для комплектации стандарт кнопки. Это блокировка заднего моста. Доп-свет передний. Доп-свет задний. Ну, и подогрев ручек. Напомню, что подогрев ручек мы устанавливаем на все комплектации практически. Дополнительный свет доступен уже в комплектации стандарт. Блокировка задняя тоже доступна в комплектации стандарт. В ультимейт уже появляется дополнительная передняя блокировка. Помимо того, что у вас появляется каркас безопасности, тент, лобовое остекление. Это все входит уже в комплектацию ультимейт. В комплектации стандарт, так же, как и в любой из наших комплектаций, установлена печка. Это сольная, которая позволяет нам согревать ноги в зимний период. Она дует нам в ноги здесь. Есть обдув, получается, на нас в лицо. Когда мы делаем комплектацию ультимейт, добавляется обдув лобового стекла. Устанавливаются дополнительные дефлекторы на обдув лобового стекла. Мультимедиа начинается уже от комплектации стандарт. В комплектации старт и можно различные еще вариации. То есть, получается, мы мультимедиа, систему заменяем на обычный спидометр. Что такое мультимедиа? То есть, как я и ранее говорил, это возможность установки камеры заднего вида, камеры переднего вида. У нас имеются колонки, мы можем слушать музыку. Также есть система навигации. Любое приложение, которое имеется в Play Market на Android, можно установить, скачать карты, оффлайн, онлайн. Все возможные модификации. Сейчас это существует огромное количество. И пользоваться. Включим подогрев ручек. Зимой это наиболее актуальная тема. Что касается рулевого управления. Как мы и сказали, мы уже доработали нашу рулевую и модернизации их пока не производим сильных. Да, какие-то мелкие изменения есть, но рулевая нам позволяет, как я и сказал, вращать колеса на месте. Про это есть отдельный ролик у нас на YouTube канале. Вы можете с ним ознакомиться, где мы испытывали возможность давления и так далее. На разных давлениях шинах, как она поворачивает, на разных грунтах и так далее. Вот сейчас, собственно, мы можем показать, как это происходит зимой. То есть, без каких-либо проблем. Чтобы двинуться, нам нужно выжить педаль тормоза. Кстати, мы изменили педаль тормоза. Она теперь стала более удобной. Собственно, переключаем на драйв, добавляем газа, техника поехала. Также, все по классике. Переключение. Вторая передача, это не выше второй. Первая передача, L пониженная, позволяет нам ехать крайне медленно. Я думаю, что вам на видео даже почти незаметно, как мы движемся. Давайте я прибавлю чуть-чуть, чтобы было заметнее. Для чего это нам нужно? Во-первых, естественно, для движения по слабонесущим грунтам, болота, снег. Ну и различные варианты торфяных болот и так далее. Задняя передача, та же самая история. То есть, достаточно плавно, легко. Многие спрашивают, почему не круглый руль. На это будет отдельная тема. Но расскажу о преимуществах квадроциклетного руля. То есть, достаточно, с точки зрения эргономики, очень удобная вещь. Значит, небольшой угол выворота руля. Мы работаем в достаточно маленьком диапазоне, в достаточно маленькой амплитуде. Которая нам позволяет достаточно легко маневрировать. Удобство посадки не только сидя, но и стоя. Мы можем свисать на вездеходе. То есть, вот мы, пожалуйста, наклонились, посмотрели, что там, как там, легко ли мы проходим. Нет. Возможность управлять тормозной системой стоя, так и сидя. Одно из неоспоримых преимуществ, я считаю, для такого рода управления рулевого. То есть, мы контролируем, допустим, встали на правую сторону, контролируем правую сторону. То есть, вот мы легко идем. Я нажимаю одной рукой, наблюдаю, что у нас тут происходит. Достаточно близко, вот могу подъехать к дереву. То есть, вот, пожалуйста, я при этом держусь одной рукой и все это дело контролирую. Это очень актуально для преодоления различных препятствий. Попробуем продемонстрировать, кстати, здесь же нашу маневренность. Расстояние между деревьев порядка 4 метров. Опять-таки, мало ли что, мы отсюда не видим. Да, но стоя, я уже вижу, что мы проходим. Но, чтобы это все дело проконтролировать, я перехожу на левую подножку. Смотрю, что я прохожу. И продолжаю осуществлять управление вездеходом. При этом я могу стоять, могу сидеть. Это достаточно удобно именно для маневрирования, для каких-то сложных участков. Давайте попробую еще проехать между деревьями. Не знаю, конечно, вряд ли это видно и на видео, как это... Какое тут расстояние, наклоны и так далее. Но касаемо вопроса о маневренности вездехода, многие говорят, что он большой, как на нем ездить в лесу. Мы сейчас попробуем найти лесополосу. Но вот, достаточно близко стоящие деревья. В среднем метра 3, где-то 2,200, 2,300, значит, шириной. Напомню, что вездеход по колесам на этих шинах имеет параметры по ширине 2,480. По длине порядка 3,200. Ширина самой платформы порядка 2 метров. Давайте я попробую проехать и посмотрим, как это получается. Опять-таки, удобство управления квадроциклетной посадкой. Понятно, напрямик мы не пройдем, но взяв по диагонали, я контролирую все. Теперь я включаю просто заднюю передачу. Также, стоя, могу проконтролировать данный момент. Да, конечно, понятное дело, что мы тут проедем и на своей девятке, как говорится. Но история-то не про проходимость, на данном случае, именно по какому-то грунту, а про маневрирование достаточно большого вездехода, который в различных ситуациях вам поможет выбраться из каких-либо ситуаций жизненных, которые вы встретите на своем пути. Ну, вот, собственно, я проехал без каких-либо вопросов. Ну и давайте осуществим парковку в гараж, сдадим, так сказать, некий норматив на право управления. Раз уж мы тут змейки преодолеваем, поразвлечемся. Мы имеем достаточно многофункциональный вездеход. Мы имеем возможность доработать его до различных комплектаций. Достаточно богатую комплектацию, как я и сказал, в среднем, наш называет андарт. Блокировка, силовая рама, лебедка, мультимедиа, навигация, музыка. Вид, на мой взгляд, получился у нас достаточно интересный, приятный. Естественно, будут продолжаться модернизации, будут применяться новые возможности, новые материалы. Вы видели, что мы на производстве имеем достаточно большой принтер, который позволяет нам реализовывать различные роды изделия. Такие вот, как, к примеру, пластик. То есть, мы его сделали на нашем 3D принтере, отпечатали форму, и на нашем вакуумном столе мы произвели формовку данного изделия. По технической части я достаточно много упомянул. Хотелось бы обратить ваше внимание на рулевое управление, как оно устроено, почему оно позволяет нам поворачивать, значит, колеса на месте и быть уверенными в том, что оно будет работоспособным. Идет золотниковая часть, которая распределяет нам давление на левую и правую сторону цилиндра. Она связана с рулем. Естественно, этого мы здесь не увидим. Идут шланги. Они, естественно, в бронезащите. Цилиндр МТЗ-82 двухнаправленного действия, который идет через рычаги поворотного кулака и приводит в действие, собственно, колеса. Для усиления мы оставляем переднюю стандартную часть от моста УАЗ Спайсер. УАЗ Спайсер Патриот полноразмерный широкий мост, который можно, в принципе, демонтировать, если вы опасаетесь. Но мы не рекомендуем, потому что все-таки здесь заводские узлы, элементы достаточно надежные, мощные, которые позволяют связать два колеса вместе. Это благоприятно влияет именно на устойчивость вездехода на прямолинейных участках. Тяга Панара, понятное дело, поскольку у нас подвеска пружинная. Для контролирования рулевого управления от золотника и отслеживания действия работы цилиндра идет тяга, которая фиксируется непосредственно на цилиндре. Я думаю, сейчас продемонстрируем вам работу. Естественно, надо понимать, что здесь уже никакая не рейка, ничего. Причем это рулевое управление устанавливается. Мы приняли решение на все модификации, даже на модификацию старт, которая идет на колесах-обдиржах, так называемых, кразовского типа размера 1250 на 520. Понятное дело, что их легко повернуть. Но, но, вы всегда можете, поскольку у нас платформа модульного типа, вы всегда можете снять колеса обдиржа и установить колеса заводские и иметь полноценную силовую рулевое управление. Давайте заведем. Влад, можно тебя попросить завести? Вот, собственно, мы завели и поворачиваем. Мы видим, что здесь идет силовая тяга, которая понимает, что мы поворачиваем колеса, отслеживает ее. Цилиндр поворачивается либо влево, либо вправо. Вот мы стоим на месте. Грунт. Снег, но с коркой. Пухляк, так называемый. Под ним там куча льда. И мы легко это делаем. Мы не проваливаемся. То есть, вот я докопался до земли. Рука. Рука. То есть, вот он. Колесо низкого давления, собственно, и показывает, что воздействие на грунт достаточно маленькое. Мы стоим, не проваливаемся никуда. Хотя несущая часть грунта, она, ну, какой-то грунт. Снег, небольшая корка и пухляк под ним. Также хочу упомянуть подвеску. Подвеска у нас пружинного типа. На стойках. Стойки типа размера имеют ВАЗ-2109. Но они глубоко модернизированы. Имеют другие жиклеры, другое масло, другие размеры штаков. Но ход 210 мм позволяет нам достаточно иметь хорошую артикуляцию. При этом вездеход достаточно мягенький. Это сказывается на комфортной езде. Но при этом измененная жесткость амортизаторов во время движения хорошо отрабатывает все кости. Подвеска у нас устанавливается фирмой АРТ Рейсинг. Нам скрывать нечего. Если кто-то захочет такую же приобрести, пожалуйста, милости просим, обращайтесь к ребятам. Они помогут. Что хочу отметить. Достаточно много мы провели работы с подвеской. Перепробовали разную прочность, жесткость, толщины штоков и так далее, и так далее. Прежде чем добились того результата, который сейчас есть. И он нас более чем устраивает. Работать есть над чем однозначно. Если есть пожелание что-то там поставить более профессиональное. Я не знаю, калловеры и так далее. Это все есть, конечно, такая возможность. Понятное дело, все упирается в финансовую сторону вопроса. Но не знаю, насколько это нужно на подобного рода технике. В принципе, той подвески, которая в базовой комплектации у нас есть, более чем достаточно. Ну что, дорогие друзья, мы сделаем небольшой прохват. Давайте за нами. То есть, вот, смотрите, можно контролировать. Получается одной рукой все, без всяких проблем. Подвесочка отрабатывает все неровности. Сидишь мягко. Пассажиру комфортно, пассажиру? Конечно, понятное дело, что мы не в лимузине. Хотя по длине похоже. Можно ноги вытянуть, ногу на ногу положить. Ну, давайте ускоримся. Предлагаю доехать до асфальта. И там проверим динамику нашего вездехода. Ну, собственно, видно, как я провалился. А где у нас шины? То есть, шины достаточно хорошо себя показывают. Давление на грунт минимальное, как я и говорил. То есть, он трамбовывает, этот пухляк. И почти ничего никуда не провалится. То есть, вот одна и та же. Мы наступаем здесь и здесь. То есть, я думаю, высота ясна. Что касается ходов подвески. Как мы ранее все это дело обсуждали. То есть, вот можно глянуть, как у нас сжалась пружина. Как здесь она разжалась. То есть, очень даже здорово. Съедешь, Влад? Ну, то есть, подвеска работает. Причем, отлично. Да ищай. Причай. Ну, что, дорогие друзья. Постарался вам максимально рассказать про наши обновочки. Про нашу технику. Напомню, что в кадре у нас сегодня присутствовала техника стандарт. Обязательно смотрим ролики на нашем канале. Наши старые видео, наши путешествия, наши обзоры. Недавно мы посетили выставку Вездеходер-22. Спасибо организаторам большое за такое мероприятие. Нам очень понравилось. Что же, посмотрите также, кстати, да, обзоры на Вездеходер обязательно. Наша техника там тоже присутствует. Поэтому, всех благ. Желаю вам хорошей, плотворной зимы, новых эмоций. Стараемся выпускать видео в снежную зиму почаще. Разные комплектации. Ну, а я поехал. Желаю и вам такой же техники. Субтитры сделал DimaTorzok